Приём-приём, друзья! На связи два Вулфи, только не пугайтесь, и да, Шэдди Мэну тоже ни о чём не рассказывайте, пока что он пошёл отдыхать, я подготовил для тебя и для всех для вас специальную загадку. Попробуйте угадать, под каким номером нахожусь я, настоящий Вулфи, либо же настоящий Вулфи, я нахожусь слева под номером 1, и либо же я, Вулфи, справа под номером 2. Пиши в комментариях, как ты думаешь, где тут я настоящий, и потом не забудь поставить лайк, как только угадаешь, потому что Шэдди Мэн очень старается для вас, да и вообще я посмотрю, сколько из вас справятся с этим суперсложным заданием, потому что мне кажется, что угадать правда невозможно. А также, те, кто из вас только что подписались на канал, теперь вы никогда ничего не пропустите, ну а те, кто ещё не подписаны, скорее-скорее подписывайтесь. Ну всё, желаю вам удачи в отгадывании, и да, обязательно досматриваю ролик до самого конца. Блин, Стефа вообще зажали там жёстко твою-то дивизию, Хантер, зомбаки только меня не поймали, открывайся дверь, она открываться не хочет, чё, ключ заклинило? Ай, пипец, конечно, сейчас я, нате... Честно говоря, ожидал намного худшего. О-о-о, наконец-то, за долгое время мне удалось выспаться. О-о-о, ох, да, точно ещё хорошие новости, ведь Стеф с Хантером уже на нашей базе находятся. Да, Вулфи? О, как же это классно, осталось только остальных наших друзей сюда как-то перебросить, и, в принципе, будет лучше, да и вообще нужно всех-всех-всех живых людей находить, которые остались, которые ещё не прибыщены зомби-вирусом, и потихоньку перемещать сюда. Да, ты слышишь это? Я прямо сквозь стены слышу, как откуда-то вопли зомбаков-то сейчас прям доносится, представляешь? Так, ладно, давай вставать за дело, пора приниматься, подыхали, подыхали, теперь работать нужно. Так, слушай, знаешь что, я тут подумал, нужно немного расстратировать, наверное, все вещи, которые у меня здесь есть, например, вот эти газовые гранаты, карты доступа, я тоже пока что отложу сюда, потому что выходить мы ещё не собираемся. Патронов на дробаш нет у меня, потом М-ку с её боеприпасами тоже пока что сюда положу. Так, мачете отложу и возьму вот этот тактический нож, наверное, лучше. Так, глушак на МП-5, на МП-5 глушак, наверное, всё-таки возьму. Так, вот эти все гранаты дымовые надо, наверное, тоже пока что отсюда убрать, сейчас я вот так вот гранаты в один уголочек сложу, так, тут газовые всякие, осколочные и тому подобное. Так, что у меня ещё в рюкзаке? Так, клеймор мне в рюкзаке вообще не надо таскать, РПКшник тоже, он там пипец какой тяжёлый. Так, что касается этих патронов, у меня пистолета к нему, к сожалению, сейчас нет. Так, а вот это всё, наверное, 9-ти миллиметровки, глушитель получается, я сейчас буду пока что таскать с собой. Так, это я, получается, откладываю сюда, калаш кладу сюда, РПК вернее, и клеймор положу куда-нибудь сюда гранатом. В принципе, всё, сортировка готова, давай сейчас с тобой по-быстрому тут вот это всё умоемся, тут зубы всё почистили, всё, Вулфи, ладно. Я погнал, ещё раз повторюсь, нужно приниматься за работу, сейчас только магазин сразу дозаряжу, а то у меня тут чё, патронов-то оказывается. А вот и всё, 9-ти миллиметровки у меня, между прочим, и закончились. Ладно, Вулфи, давай, удачи тебе. Так, а что у нас здесь? Так, Стеф у нас получается... Стеф свет починил в своей комнате, кстати, поздравляю его. Так, а Хантер у нас... Так, а Хантера почему-то в комнате нет. Окей, а куда они все подевались-то, интересно, только так. Тут всё, да, всё, стена закрыта, самое главное, а то там находится люк, который непонятно куда-то в подземелье ведёт, и оттуда наносятся страшные звуки. Стена закрыта, это самое главное. Так, надо Хантеру, наверное. Хантер, приём, я, Шэдди Мэн, на связи. Вы где со Стефом? Да, Шэдди, приём. Я сейчас в блоке управления нахожусь. Помнишь ты, где канистры? Размещал вчера. В общем... А, да, слушай, отлично то, что ты проснулся. Зайди в мою комнату, пожалуйста, и принеси мне печатную плату, там, новая, какая-то пустая. В общем, она у меня на тумбочке или на ящике где-то лежит. Окей? Да, понял, Хант, я её вижу. Окей, а этот Стеф где? Стефа я пока что на дозор отправил. Ты помнишь сам то, что как бы крыс собой должен подойти. В общем, я сейчас пока что электронику... Короче, ладно, подходи ко мне, я тебе всё расскажу. Окей, Хант, понял, давай, конец связи. Так, отлично то, что я в комнату зашёл. Да, интересно, чем мы сегодня ещё будем заниматься. Сейчас я, конечно, эту плату отнесу Хантеру, а потом он, наверное, будет заниматься своими делами. А я всё-таки, наверное, побегу, может быть, какие-то комнаты новые искать, потому что это убежище в любом случае нужно сейчас разведывать. Я слышу зомбаки откуда-то. Гул доносится откуда-то вон оттуда. И, честно говоря, что-то мне подсказывает, что я сегодня, наверное, всё-таки туда отправлюсь. Да, наверное, так и сделаю. Но сначала... Блин, пугают они меня всё время. Сначала Хантер. О, вон он там сидит. Хантер! Хантер! Слушай, вот, смотри, держи тебе эту печатную плату. Ага, шиди. Спасибо большое. Положи, пожалуйста, здесь. Так, слушай, ещё раз повторюсь, а Стефа я, короче говоря, отправил пока что на поверхность. Пускай он там всё как бы посмотрит. Сейчас крыс собой должен через какое-то время появиться. Вот, надеюсь тоже, что с ним будет всё в порядке. Я пока что пытаюсь восстановить какой-то сигнал со связью. Пытаюсь поймать, не знаю, ближайшее убежище, ещё что-то. Я уверен, что поселение людей, маленькие группы выживших, лагеря, всё остальное, они должны где-то здесь находиться. Окей, так, Хантер, это понятно. Так, а мне тогда чем заниматься? Ну ты это можешь посмотреть, не знаю, походить в комнаты. Как-никак убежище вроде особо и неизведано. В общем, только аккуратнее будь и смотри тут понапрасну на рычаги всякие. Не нажимай, как-никак. Комплекс серьёзный, как сам видишь, тут эти учёные, военные работали и тому подобное. В общем, повезло то, что у вас вертушка, как бы, с одной стороны упала здесь, потому что... Я не знаю. Мне кажется, это место просто железобетонное. Ладно, Хантер, хорошо, пойду посмотрю тогда, если что, буду с тобой связываться. И да, Лис Леско, не забудь тоже попытаться связаться. Она, мне кажется, должна уже в себя прийти. Да, Дашиди, конечно, само собой. Так, что теперь касается всего остального. Короче, да, я, наверное, всё-таки рискну пойти в ту комнату. Она, как-никак, называется... Так, она называется командный... Командный центр! Ещё бы в эту комнату не попасть! Мне кажется, в неё просто необходимо сейчас как-то пробраться, потому что... Ну, командный центр, её пермитеатр. Одно слово, чего только стоит. Вон, я уже там вижу карту какую-то, которая на стене висит. Это уже классно и говорит, на самом деле, о многом. Так, а вот то, что у меня в магазине патронов какого-то фига нет. Это, конечно, тоже говорит о многом. Меня могли сейчас просто зарубить, и я бы не вышел оттуда никогда. Так, гранаты с собой, кстати, воды. Воды, воды, воды! Нужно срочно воды найти. Так, чё там? Я боюсь... А, ну, в принципе, тут нажимные плиты, так что... Можно не бояться то, что я застряну. Так, сейчас в паутину! В паутину! Блин, на тебе! Так, получай, эти готовы, эти готовы. Обалдеть, тут паутины так много. Так, на тебе! Вон туда, вот так с этими зомбаками нужно справляться, наверное. Так, наверное, эту паутину нужно потихоньку почистить, или... Может быть, её оставить пока что? Хотя оставлю. Конечно, оставлю, потому что, вон, эти зомбаки, они сами в свою паутину же и попадаются. Между прочим, ой, пауки, пауки, пошли! Чёрт, я сам застрял. Я сам застрял в этой чёртовой паутине, так что, наверное, я буду её потихоньку... Вот так вот, просто рвать на кусочки. Так, это тухлятина зомбятская. Ладно, пускай у меня пока что лежит где-нибудь здесь. Так, окей, что у нас за комната такая? Закрыть её, не закрыть, я пока что... А, ну ладно, в принципе, закрыта, пускай пока так останется. Так, чё здесь у нас? Здесь военные, кстати. О, у них тут коробки с патронами. Всё в склад, всё на склад отнесу. У нас сейчас общий склад, всё общее, так что... Надеюсь, что сработаемся. Так, по 90, петушок. О, классно! Вот эта классная штука. Офигенно, я с неё стрелял. Да, я с неё стрелял, когда в полицейской академии ещё даже учился. Это очень классная винтовочка. О, кстати, не обратил внимания сразу, он тут какой-то учёный. Получается, он погибал, но при этом пытался почему-то активировать вот этот рычаг. Блин, может нажать на него? Хотя нет, не-не-не, Хантер сказал, чтобы не нажимать. Тем более, он такого красного цвета. Мне кажется, то, что по-любому, если на него нажмёшь, что-то, наверное, произойдёт. Вот, ладно, пока что не буду нажимать, на самом деле, очень это опасно. Так, здесь, в принципе, карта мира у нас просто получается. Вот, все страны нарисованы. Не знаю зачем, тут вроде никаких точек нет, которые могли бы обозначать место, в котором, как бы, возможно, эвакуация проводится. Так, ладно, 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 хорошо, что у нас тут дальше, 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 блин, паутины, мониторов, сколько здесь мониторов старых-старых прямо. Так, ой, ой, ёперный, паука, нифига себе, паук прям за системным блоком спрятался, блин. О, смартфон, ладно, смартфон, наверное, не работает, потому что связь обрубилась в мире. Так, о, у этого чувака, учёного, пометка здесь вообще. Так, не активировать красный рычаг. О, нифига себе, на самом деле, я при себя так подумал, что его активировать не нужно, ладно, не будем, не будем, не будем. Окей, не будем тогда точно, я лучше хантеру всё это дело отнесу. Так, у тебя тут что? Так, о, пятидесятки и... О, это, эээ, фляга с водой, между прочим. Кстати, всё отлично, живём, пока что живём. Так, я, наверное, калаш уберу, по 90 оставлю только. Думаю, то, что он будет более действенным на ближней дистанции из-за своей повышенной скорострельности. Так, ну чё, получается, это и всяк... Стоп, ай, я в центр, ты даже не заглянул, а туда как-то попасть можно, интересно, или нет? Мне кажется, по-моему, вон там проход есть. Сейчас я попробую оттуда пройти, но, по-моему, в центре здесь находится, между прочим, самое-самое интересное. Да, вот оно всё тут. Так, главное, чтобы меня только пауки никакие не столкнули вниз, потому что... Так, а на улице, кстати, ночью, как так? Я лёг спать и проснулся ночью, что ли? Так, а тут чё, ракеты в космос запускали, или что такое, интересно? Так, сейчас я посмотрю, аккуратненько, аккуратненько. Ух ты ж, высоко-то только как! Да, очень-очень похоже на то, что здесь когда-то именно отсюда запускали ракеты. Только что за ракеты, я не знаю, мало ли... Я не думаю, что это ракеты, которые запускают в космос, потому что там шаттлы должны быть побольше. Так, и, по-моему, насколько я понимаю, там есть даже дверь. Вон, да, вот она. Вот она, маленькая железная ручка, короче. И ещё один фактор того, что там дверь, получается, зомбаки же не могли упасть с такой высоты, выжить. Значит, туда можно как-то спуститься. Это значит то, что, возможно, где-то в этой круговой комнате есть ещё какой-то проход. Возможно, где-то за картой он спрятан какой-то тайной. Но я думаю, это было бы слишком банально. Так, а вот если попробовать включить... А, вот он, кстати, проход-то, между прочим. Я, конечно, не уверен, что он поведёт вниз, но мало ли... Мне кажется, нужно попробовать. Так, сейчас я, ладно, попробую сейчас активировать. Внимание! Вы покидаете безопасную зону! Ёперный театр! Это чё такое сейчас было? Шеди, Шеди! Чё это у тебя там такое? Ой, Хантер, вы чё, тоже слышали, что ли? Ну да. Тут на весь этот, на весь комплекс какой-то голос песклявый, как будто... Короче, это у тебя там, что ли? Дата-хант, у меня, всё, не беспокойтесь, у меня всё под контролем, конец связи. Ничего себе, блин, вы серьёзно, что ли, этот... Ладно, чё за безо... Там было сказано, что я покидаю безопасную зону. Серьёзно, по-моему, вся планета уже давно покинула безопасную зону, когда апокалипсис начался. Ладно, я захожу. Не знаю, чё там, но попробуем. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, я понял, я понял, походу, почему покидаю безопасную зону. Так, ладно. А, в принципе-то тут это, какие-то... Какие-то упоры стоят. Вот, мне кажется, зомби отсюда, если что, не проломятся точно, так что... Думаю то, что можно, в принципе, как-то с ними справиться, наверное. Вы же не пройдёте? Мне кажется, не пройдёте. Сейчас я вас всех вот так, этим ножом просто, вот так вот, на тебе, зараза, стрелять не хочу, потому что там какие-то стёкла. Вот, правда, не буду стрелять. Там это достаточно опасно, по-моему. А что это за комната вообще такая? Что это, правда, какие-то... А слева оранжевые стёкла, справа и какие-то лаймовые, зелёные. Что это? Доступ. Чё за доступ такой? Так. Ноутбук, решётка, что за комната вообще? Я могу туда войти-то, интересно? Да, могу. Могу войти. Так. На всякий случай, по 90 всё-таки достану. И буду сейчас каждый уголок просматривать. Обалдеть, там какие-то решётки. Какие-то тюремные решётки самые настоящие. Там чё, заключённых, что ли, держат? Или что такое? Так, ладно, это всё дело я, конечно, сейчас осмотрю. Сейчас только эту тухлятину всю уберу. А то не хотелось бы на этой тухлятины, как на банановый... А я знаю, что я сейчас сделаю с этой тухлятиной. Короче, вот. Сейчас я пока что всё это, наверное, вот сюда положу и всё. Дофига мне с собой как бы таскать. Ещё споткнусь на ней. Так, это дело закрою на всякий случай. Так, чё тут такое? Чё за доступ непонятный? Так. Ага, тут, видимо, какой-то блокпост находился, так называемый, только внутри здания. Как будто бы... Как будто бы не знаю что. Ой, ёпер, нифига, здрасте, приехали. А сколько у вас там раздевалка? Так, ладно, давай, открывайся. Раздевалка, посмотрим. А для чего, интересно, в этой маленькой комнате нужна отдельная раздевалка? Мне кажется, тут что-то очень важное должно находиться. Так, аккуратненько. Вот так вот, маленькими, маленькими движениями заходим. Обалдеть. Так, всё, зашёл. Понял. Чисто. Так, что у нас тут за дела такие? Так, сейчас я на всякий случай проверю все эти шкафы. Мало ли, может быть, что-то полезную информацию найду, либо ещё что-то спрятанное, замаскированное. Мало ли что. Пока, когда... Нет, тут только лабораторные халаты какие-то. Самые обычные, учёновские. Мало ли, может быть, когда люди покидали этот защищённый комплекс. Ведь что самое важное? Я не уверен в том, что все-все люди, которые работали здесь, а это военные учёные, они могли просто погибнуть. Мне кажется, то, что они просто эвакуировались. Так, что это за зелёный душ какой-то? Такое чувство, как будто бы это две какие-то кабины. То есть, тут доступ прям как в кино каком-то. Я не знаю, как это объяснить. То есть, ты заходишь сюда. Здесь тебя чем-то обрабатывают, твой костюм. Ну, заходишь сюда, это когда ты откуда-то возвращаешься в грязном костюме, радиационном, например. И здесь тебя различными химикатами тоже обрабатывают. Ну-ка, это работает? Да, работает. Мне кажется, это именно такие дезинфицирующие кабины и есть, о которых я только что сказал. Так. Ооо, нифига, это чё тут такое? Это чё за броньки тут такие стоят? Обалдеть. Так, такой-то оранжевый я уже давно как бы видел. А вот все остальные я вообще впер... А нет, вот этот костюм знаю. Это этот костюм прям как у тех ребят, которые люк сдерживали. Костюм Джиггернаута, да? Костюм Джиггернаута! Обалдеть, он такой большой! Я смогу его вообще на себе-то носить? Он же, наверное, обалдеть, какой-то тяжёлый. Так, а это чё такое? Это что? Маскировочный костюм снайпера, что ли, какой-то? Блин, первый раз вижу. А это что за костюм? Это обычный военный, по-моему, да? Морпеховский. Так, у меня какой костюм? Так, ну, у меня вроде как тоже что-то морпеховское. Ну, ботинки у меня точно морпеховские. Ну, прикольно, классно, обалденно. Так, ой, а чё там находится? Так, ладно, это тоже, я этот ход проверю обязательно. Только смотрю сначала здесь, что находится. Так, здесь какие-то две большие коробки. И это чё, огнемёты, что ли, различные? Да, реально огнемёты самые разнообразные. Обалдеть, чё это? О, обалдеть, как он классно только выглядит. Вот бы с него популять, на самом деле, по толпе зомбаков. Мне кажется, это вообще обалденно будет. Так, а здесь чё? Огнемёт. Тоже три огнемёта, а здесь у нас... А здесь боеприпасы для огнемёта, а здесь, получается, топливные танкеры для огнемётов. Блин, чё за комната такая? Так, а что за этим, за эти паутины скрывается? Сейчас я, наверное, её всю полностью уберу, потому что мне кажется, что я сюда ещё точно вернусь в ближайшее время. Так, это что? А, так это лифт. Это лифт вашу дивизию, вы серьёзно? Это лифт самый настоящий. Прикольно. Так, прикольно. Интересно, эти кнопки, они вообще работают? Сейчас нужно, наверное, будет попробовать понажимать. Минус один, минус два, минус три. Какой же огромный этот метод, этот, научный комплекс, или, не знаю, бункер, как его назвать, я не знаю. В общем, я не знаю, нажимать или не нажимать. Ладно, попробую, наверное, спуститься на какой-нибудь этаж. А, так, только что, интересно, там произойдёт, и кого я там смогу найти, и что там будет вообще, если даже на этом этаже мы ещё далеко-далеко не всё изведывали. А тут, оказывается, ещё много-много-много этажей вниз есть. Блин, классно, классно, классно. Так, ладно, попробую. Ладно, на счёт три. Раз, два, три. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова